перерывах между раундами тебя каждый раз причесывали это была какая-то такая интересная заготовка в стиле шуток аншлаг смотри я просто немножко отрастил волос при этом боем обычная прикороче стригусь из того что падает мне в глаза мне пришлось взять с собой в угол и тренеры по стилю вот и в этот раз тренер по стилю отработал все свои скажем так деньги которые ему заплатил за то что просто прилетел со мной и моя прическа была все время в норме соответственно не мешало обзору и я ничего не пропустил по окончанию боя когда ты хотел пожать руку сергею он тебя оттолкнул будет ли в будущем не знаю мир между вами постараешься ли ты помириться пойти навстречу и возможно еще в будущем чтобы вы снова спарринговали и помогали друг другу готовится обычно я так не отвечаю на вопросы в этот раз задам встречный вопрос а ты сам как думаешь судя по всему это риторический вопрос но видимо нет по моему это был некрасивый поступок мне очень бы хотелось разобраться в том почему именно на меня обиделся возможно что-то недопонял но если что-то недопонял это наверное ну его проблемы а не мои саша в русскоязычном мире многим естественно не понравилась эта ситуация при том что это произошло все так публично и все остальное вот если там отбросить сарказма не считаешь ли ты что действительно самым правильным шагом было бы как-то сесть вам с сергеем за стол и поговорить об этом или ты считаешь что это должен инициировать сергей что меня удивило действительно после боя я первый раз жизни наверно слышу как сергей ругается матом послав меня по моему кто-то послал ну то есть там точно я нет не слышал до этого то есть если я себя позволяю в качестве там шутки красивого слова саша добавить от него такого никогда не слышал поэтому здесь с моей стороны никаких проблем нету не садиться с ним нужно видимо у него какие-то сложности со мной я как бы ситуацию отпустил и живу дальше его пусть судят но люди которые него смотрят александр тем не менее вы живете с сергеем в одном отеле там есть вероятность того что вы можете просто случайно пересечься в том же лифте например что будет если представление у вас голове ну если он на меня нападет то я вызвал полицию александр все-таки как вы все поняли причиной всего этого недопонимание стало то что вы приняли бой вы только кто из вас первым принял бой без сарказма короткого не получится это может быть потому что ты может делать какие-нибудь посредине вот сейчас можешь уже перевести когда объявили бой я о нем узнал вот от моего американского тренера отроне он позвонил мне он сидел в этот момент с али с менеджером сергей павлович они друзья мы это узнали все ирония и али и я узнали это из анонса данного это но дело в том что когда мой тренер на утро связался с командой сергея ну у нас-то был вечер в этот момент у них был утро оказывается что по их словам сергея гипотетические бой уже предлагали еще до анонса и сергей сказал что если волков согласится то я тоже заднюю не дам и и все пришли ко мне уже со словами но сергей согласился если ты будешь потом конечно коня подходила ли пытался просить меня отменить бой но дело в том что с их стороны уже было внегласное согласие о том что они будут драться при моем согласии я не считаю это отказом поэтому сергея надо забраться со своим своей команды чтобы не было таких недоразумений или написать мне напрямую и еще один момент это сергей приезжал к нам на тренировки это мы помогали вам и год по моему понятно что мы не готовили его полностью но помогали со спаррингами я к нему относился как товарищу которому желал добраться до пояса и всегда советовал ему ну а от души все секреты которые у меня были для того чтобы он готовился последний бой которому готова с нами был бой с льюисом я после своего были боя прилетел и максимально копировал его поэтому наверное все таки с его стороны стало быть немножко к нам поблагодарнее и пытался избежать того боя нежели поставить меня в такую ситуацию куда и не смог отказаться александр приветствую поздравляю с победой как ты считаешь твоя нынешняя серия из четырех побед позволит ли тебе быть претендентом на титул и готов ли ты ждать например до 2025 года потому что запутанная ситуация джон джонс будет драться спинал будет драться спасибо поздравление мне бы хотелось подраться за поезд конечно же но ко всему прочему наверное являясь работником и если какой-то степени наверное придется полагаться на их мнение ну не на свои желания в негласно договоренность такая была кто это будет и когда пока я не знаю мы часто слышим от бойцов что спарринги это одно а в бою все совсем по-другому а сергей павлович сегодня сильно отличался от сергей павловича с которым ты спарринговал и вообще вот опишите чуть бой твоими глазами как ты его видел пропустили ты тяжелые удары скажу так я наверное сергею очень не подхожу стилистически как соперник в целом поэтому ну еще раз повторюсь со стороны его менеджера была ошибка предложить ему этот бой потому что сергей от боев сам не отказывается а я ему стилистически очень подхожу то манера которая провел бой ясен так не спарринговал имею ввиду работы в левше но у меня просто немножко больше арсенала для того чтобы его применить сергеем и вещь мне еще были заготовки что я бы мог сделать и они скорее всего прошли бы поэтому это просто была не очень хорошая не очень удачная попытка ему подраться после поражения соперником который ему не подходит стилистически дана white когда был здесь задавал вопрос насколько сейчас реальный титульный бой для тебя он сказал что посмотрим как все остальное разыграется мы когда говорили перед боем ты как-то в шутку сказал что тебе интересен будет тогда бой за пояс bmf с дариком льюисом сейчас вот пользуясь этой возможности хотел бы ты снова сказать об этом мне интересен любой бой который будет интересен зрителям в первую очередь ташек этот поединок на самом деле хоть поединок такой не очень приятный для российского зрителя но согласитесь все таки была интрига для очень многих интересно было посмотреть многие гипотетически считали кто лучше кто хуже и в этом плане мне просто интересны громкие хорошие бои особенно данном этапе карьеры если появится пояс бмф тяжелом весе это вообще будет круто конечно и готов подраться с кем угодно могу даже подраться с льюисом и еще с кем-то в один вечер александра здравствуйте поздравляю с победой по поводу вашей формы хотел поговорить а как вы ощущаете сейчас вы находитесь на пике своих возможностей или этот пик уже был там условным по и перед поединком с серилом ганном или томом аспиналом конечно я старею но слабины давать не собираюсь поэтому понимаешь мне нравится тренироваться я люблю развиваться люблю готовиться мне нравится сам процесс и в этом процессе мне кажется я становлюсь лучше по крайней мере у меня точно появляется больше опыта появляется больше технический арсенал молодость конечно же уходит но взамен ей приходит что-то еще очень сложно сравнивать наверное тот боец который я сейчас в боец который дрался очень давно молодым это два разных спортсмена и не знаю как что из них был лучше но я сейчас я чувствую увереннее сейчас я могу доминировать бою сейчас я не отдаю раунды зачастую как это было когда был моложе и физически наверное осталось чувствовать поувереннее александр как вот вас не было мысли после боя как так получилось что практически всех своих оппонентов которых с которыми сергей получит дрался до вас он нокаутировал а вас нокаутировать у него не получилось это потому что он не смог по вам попасть из-за вашей там геймплана условно или потому что все остальные были слишком хрустальной челюстью я отвечу так наверное баунка в этот раз победила в дэвэ